Добрый день, уважаемые друзья! Мы в Изобиль. Поселок Изобильное. Два километра, и мы в центре поселка. Открывается вот такая красивая панорама. А вдалеке это Диммерджин. Город такая. Взгляд назад. И взгляд вперед. Ленин всегда живой. Все, устал за вами идти. За вами собачка вывязалась. Там вот зале хозяин идет. Она маленькая, и поняла, что мы ее не боимся. Залезла на парапет. Ну, чтобы казаться выше, страшнее. Чтобы напрямую посмотреть наши испуганные глаза. Какие красивые домики здесь. Ну, это, конечно же, не местные. Какие-нибудь Олауштинские или вообще Симферопольские. Да, места тихие. Поселок в горах. Так, половина пути прошли. Вот Изобильное. Ну, какая-то нижняя часть поселка Изобильное. Что мы про него знаем? Первое упоминание про этот поселок было аж 500 лет назад. 500 лет назад тут жили люди. До войны Великой Отечественной это место называлось Корбек. Корбек, как переводится, не знаю. Кстати, видите, вдалеке водохранилище. Это Изобильнинское водохранилище, которое питает Олушту своей водой. Так, это нижняя часть поселка, еще есть верхняя. И петухи поют. И груша висит. Так, еще можно сказать, что здесь проживает больше 2000 человек. Высота над уровнем моря, ну, где мы сейчас находимся, примерно 200 метров. А вот эта верхняя часть поселка, вот вверху, ну, мы туда не пойдем. Нам, как бы, поближе к воде, поближе к водохранилищу. Чем-то напоминает лучистое там под Демирджи. Как-нибудь тоже пойдем, сходим, показуем. Выходим в какой-то центр, наверное. Ну, ага. Вижу, почта, наверное, сельсовет рядом, остановка. Памятник, наверное, партизанам. Возгляд назад. Да, это очевидно, что-то был центр огней развилки. Пойдем вперед, вернее, вниз к озеру. Это к водохранилищу. Вот это розовое, это общежитие. Общежитие, а то впереди желтенькое такое. Это амбулатория. Амбулатория. Улица, по которой мы идем, называется Центральная. Тут мечеть. Там дача школа, если пойти направо. Но мы пойдем налево. Видно свеженький ремонт. Красиво. Красиво. Красиво мечеть. Да, село, конечно же, немаленькое. Горное. Туда-сюда скакать что-то не захотелось. В общем, приятное село. Это то самое изобильнинское водохранилище, из которого Алушта берет воду. Последние годы была засуха, да. Помните, в Крыму тут прям беда была с водой. Ну, как видим, вполне охонькая. Значит, вода в Алуште есть. И это я подтверждаю. Вода не отличается. А раньше, говорят, было по часам. Честно, я не помню. Было когда-то. А это небольшой такой храм. Ой, как там. А это храм Афанасия Затворника Киевско-Печорского. Он закрыт, попасть на территорию. Нет, можно через забор перемахнуть. В конце концов, там щекол, да нет забора. Нет замка. Но мы же, как бы, законопослушные туристы. Вниз спускаться нет смысла. В общем, вот это вот изобильнинское водохранилище. Полная воды. А на заднем плане горы. Горы, горы. Это Бабуган-Яйла. Бабуган-Яйла. И там находятся самые высокие вершинки. На этом фото. Роман Кош, Кемали Гирек и так далее. Но по сравнению с Чердаком или с Ай-Петри, их толком, ну, кто видел, кто был, тот понимает, о чем я говорю. Небольшой холмик. Там стоит репер. Ну, все. То есть, пройдешь, можешь и не заметить. Что ли делать чердак? Где наш чердак? Вон он, наш чердак. Вот эта эклизи, вершина, называется Эклизи-Бурун. 1524 метра над уровнем моря. Верхнее плато. Еще есть нижнее плато в этой горе. А это Изобильнинское водохранилище. Позади меня село Изобильное. То самое водохранилище. В последние годы была страшная засуха. А сейчас нормально озеро. Водохранилище полненькое. Попадаются симпатичные домики. Интересно, это частный. Частный домовладение или какая-нибудь опять гостиница. Продолжаем продолжать движение. Ну, это уже внизу, нижняя часть поселка. Больше похоже на какой-то садову. Вот так вот идешь, как яблоки. Инжир, как яблоки, растет. Так, мы-то уже пошли сады и огороды. Надо как-то сократить путь, чтобы побыстрее добраться до Ушты. Мы же пешком идем до Ушты. Такой себе походик придумали. Ой, тут такой идешь и на тебе. Земляничка. Земляничка. А это чернослив. Чернослив. Это дамба изобильнинского водохранилища. Ближе подойти не получается. Там охрана серьезная. Ну, ну ишь, понятно. Так что извините. Вот, полюбуйтесь. Это дачные участки внизу. Изобильнинские. О, а теперь о погоде. Туда-сюда и дождик пошел. А, отлично. Может быть, быстро пройдет. Вообще, температура 25. Ну, это по Яндексу, а по ощущениям все 30. Потому что ветерка нет сильного. И так душно. Вот оно парит на дождь. И вот дождик пошел. А, еще момент. Вот это вот вдалеке озеро. Ну, его раньше называли МТСК. А сейчас это называется почему-то пруд БАМ. Вот спрашивают тебя. Был на БАМе? Был. На том озере. Я туда не пойду, потому что наверняка оно охраняется. Все же водоемы сейчас. Ну, вы вообще понимаете, да, что в Крыму происходит? Просто знайте, что в Крыму есть БАМ. Пруд называется БАМ. Раньше называлось МТСК, потому что здесь когда-то был механическо-тракторный стан. Вот так правильно говорить. Механическо-тракторный стан. И поэтому раньше было МТСК, а теперь БАМ. БАБАМ. А вот впереди, в этих многоэтажке, это Алушта. Туда мы и направляемся. Виноградники на Алуште. Если я не ошибаюсь, это массандровское хозяйство. И весь этот виноград потом пойдет на какой-нибудь портфей. Вот такой вот. Ну, вот и изобильное закончилось. Как и закончился этот видеосюжет. Надеюсь, вам понравилось. Лайки, репосты, комментарии. И подписывайтесь на мои каналы. На мой Дзен-канал, Телеграм и группа ВКонтакте. Все ссылочки в описании. И поддержите нас лишний раз, если у вас есть на это возможность. Чтобы мы и дальше продолжали снимать что-нибудь интересненькое. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok